Добро пожаловать в Испанию! Это университетский рай для всех студентов. Именно здесь любой студент может найти свою Alma Mater. Надежное учебное заведение, в котором ты проведешь четыре года для получения диплома бакалавра или полтора года для получения диплома магистра. На самом деле, для меня настоящая гордость записывать первое видео с обзорами университетов Испании именно здесь, потому что это и моя Alma Mater. Я проучилась здесь четыре года, и сейчас мы узнаем про все преимущества обучения в государственном университете. Университет De Valencia очень большой университет. Здесь есть пять кампусов и 20 факультетов. Сейчас наша студентка Валерия, которая учится на медицинском факультете, расскажет более подробно, сколько стоит обучение и какие есть плюшки в обучении в Испанском государственном университете. Меня зовут Валерия, сейчас я заканчиваю первый курс факультета медицины в университете Валенсии. Я переехала в Испанию два года назад, и до этого была на втором курсе медицинского университета в Украине, но все-таки решила попробовать поступать здесь, на медицину, и сейчас очень довольна этим решением. Для меня самое большое отличие между моим прошлым университетом в Украине и в Испании — это большое количество практик. Тут уже с первого курса у нас начинаются практики в лаборатории, и это очень сильно помогает в обучающем процессе. Например, по анатомии практики у нас проходят в специальном кабинете, где мы можем попрактиковать наши теоретические знания сразу на трубах. В государственном университете я плачу 1200 евро за год. Есть несколько вариантов — ты можешь оплатить все сразу, либо разбить сумму на четыре или восемь платежей. Сзади меня находится библиотека Григорий Марьянс. Эта библиотека является частью Университета де Валенсия и названа в честь известного валентианского медика и исследователя. Эта библиотека служит классным местом для обучения всех студентов и преподавателей. Во время экзаменов ты можешь там готовиться к самим предметам, чтобы в тихой и спокойной обстановке сдать все на одни десятки. Кстати, прикольный факт — эта библиотека работает и по ночам, потому что есть студенты, которым лучшее время обучения — это как раз ночь. Вот и здесь библиотека работает до двух часов ночи. Хочешь учиться в это время? Напиши в комментариях, в какое время ты наиболее проходил. Так как здесь должна быть тишина, я попробую шепотом. Здесь указаны программы, дополнительные, на которых ты можешь присутствовать. Например, здесь у нас сценическое искусство и курсы валентианского и английского. Поэтому учиться в Государственном университете Испании — однозначно кайф. Ух, холодненькая! Если ты устал после трудового, учебного, тяжелого дня, всегда здесь можно подзарядиться, взять Твикс Киткат, Кока-Колу, ну и, конечно же, куда студентам без кофе и энергетиков. Кстати, здесь, как мы видим, всегда свежий ассортимент. Чем мне также нравится учеба в Испанской университете — это большое количество студентов из разных стран. Например, тут у нас часто приезжают студенты из Италии на обменные программы. И, в принципе, очень много возможностей, чтобы встретить много интересных людей. В моей группе есть студенты разного возраста, некоторые даже старше 30-40. Насколько я знаю, то после 25 лет действуют отдельные условия для поступления, и проходной балл немножко ниже, чем для обычных студентов, которые хотят поступать после школы. В основном студенты Университета де Валенсия — чистые испанцы. Сейчас узнаем у них, почему же они выбрали Университет де Валенсия. Ну, я думаю, что за Валенсия в целом, за время, за время, и, на самом деле, это очень удобно для себя. Университета де Валенсия — это очень хорошо. Университета де Валенсия — это очень хорошо. Конечно же, самое очевидное преимущество — это стоимость. Приватный университет стоит в 10, а то и в больше раз дороже, чем государственный. Также университет Валенсия считается одним из самых престижных университетов Испании точно, возможно, и Европы. Он входит в топ-20 университетов. Испанский диплом котируется в большинстве стран Европы, поэтому, закончив испанский университет, у тебя есть больше возможностей найти работу. Так что, если ты тоже хочешь учиться в испанском университете, обращайся к How to Spain. А здесь студенческая столовая. Здесь меню стоит около 5 евро, и за эти деньги здесь реально можно вкусно и хорошо покушать между парами. Преподаватели обедают вместе со студентами в одной большой семейной атмосфере. Знали бы вы, сколько своих дней провела здесь я, училась, кушала и заводила новые знакомства. Кстати, это тоже как один из плюсов обучения в государственном университете. Сейчас мы спросим у ребят, почему же они выбрали университет de Valencia. Я называю Vicente Moreno, студию, администрация и дирекционная компания, это АД, и я на втором курсе. В Валенции есть университеты, и, по близости к университетам, университет в Валенции мне было хорошо. И, по сравнению с нотами, была эта. Это зависит от уровня. Если университета АД, зависит от уровня. Но это зависит от уровня. Есть университета, и есть университета, и есть университета. Что-то легко превращается в труд, потому что ты играешь в твоем будущем. В зависит от уровня, ты можешь уйти в одну карьеру или в другую. Вступительные экзамены в ПСЕ обязательно задавать на испанском языке, так как ответы принимаются только на испанском, поэтому вам нужны хотя бы минимальные знания языка. Но уже в самом университете, в некоторых факультетах, вы можете выбирать себе язык группы. Например, я учусь в совмешанной группе английский-испанский, и некоторые предметы у нас даются на английском языке. И в конце обучения, в дипломе указывается язык на котором ты проходил обучение, и оценки за каждый предмет. Я думаю, да. Я учусь в городе, в Кастеллоне. Я хотела уйти из дома, чтобы уйти из дома, и поэтому я учусь в Университете. Я думаю, да. Я думаю, что это достаточно достичная. Я думаю, что в Валенте есть два публика, поли-технику и Университета. И в АДе я думаю, что Университета в Университете очень хорошо. Я думаю, что в этой жизни я думаю, что у меня есть лучшие этапы, и я думаю, что у меня лучше, чем когда я ухожу. Уй, да. Уй, да. Мне кажется, что это не имеет никакого отношения с университетом, но не имеет никакого отношения с университета. Да, ничего. Мне нравятся, я думаю, что я надеюсь, что я alltså beraber, что унутри, проектируют, в команде, что-то, я думаю, более advanced, ноажено. На самом деле, что у нас есть деньги. А также, как это все, как же. Я думаю, что даем, что на сроке важен, что есть претч Isso, что ты в карьеру у нас, что-то в мастер, поэтому, может взрослительное отлично, что если ты так бизнес университета, что ты не можешь работать с уничтожением. Уф! Ух, я думаю, что даем на 100-мин-мастер, по-акрофи. У меня есть несколько вариантов получения стипендий, но это уже нужно узнавать конкретно в каждом факультете. У меня есть бека в спортсмене и у меня есть бека в семье, так что я плачу меньше, чем я плачу обычным студентом. В моем университете достаточно насыщенная студентская жизнь. Помимо основных пар, нам предлагают очень много разных активностей, например, сборы с другими студентами для создания разных тем, либо различные конкурсы, где ты можешь проявлять какие-то свои таланты. Я, например, делаю спорта и так далее, и когда приходят в конце концов, или даже в университете, то иногда мы выходим из феста, мои друзья и я, и мы делаем это очень хорошо, disfrutando с университетами. Я играю в футбол-салу в университете и, еще я играю в футбол-салу в футбол-сале, в футбол-салу. Да, есть некоторые, которые мне любят другим, но мне очень нравится как-то, как они учатся, и мне кажется, что это университет и правильный. Кстати, одно из преимуществ учебы в университете Испании Это то, что у нас есть очень много креативных преподавателей Которые постоянно нам придумают всякие интересные штучки Например, это конкурс комикса Ты можешь выбрать любую медицинскую тему, которая тебя интересует И описать ее с помощью комикса И мне кажется, что это очень сильно облегчает понимание самого процесса Да, в общем, университет есть много многих помогающих Среди д crew, экономические тему, даже гимназии И, как бы участие, уникальные возможности И вам нужно отверстие с кем-то годами Причем, как вы видите... Университета университета реально классная студенческая жизнь Вы находите много друзей и общаетесь Вы получаете свой недворот в будущем Много лет назад мы с мамой проезжали к морю на автобусе и она смотрела на эти классные университеты и особенно на эту теннисную площадку и говорила, ух, как бы было бы классно, если бы Карина в один день тоже играла здесь. Поэтому не бойтесь мечтать, мечты сбываются, а агентство How to Spain тебе обязательно поможет, чтобы ты или твой ребенок учился в одном из лучших университетов Валенсии. Поэтому на своем личном примере я знаю, как это важно учиться в хорошем университете. Если ты планируешь поступать в государственный университет Испании, агентство How to Spain тебе с радостью поможет, как по самой приятной цене подготовиться к вступительным экзаменам в Государственный университет Валенсии с получением студенческой визы бесплатно или со скидкой 7%. Сейчас мы находимся возле одного из самых главных госпиталей Валенсии, и он связан с самим факультетом медицины университета Валенсии, поэтому на старших курсах студенты проходят здесь практику. Основной документ, который нужен для поступления, это амалогация вашего диплома на испанский образец и также вступительные экзамены, которые называются PASIE. С процессом амалогации и подбором курса вступительных экзаменов в PASIE мне помогло агентство How to Spain. В зависимости от города, в котором вы хотите учиться, вам может понадобиться разное количество экзаменов в PASIE, 4 либо 6, с этим вам помогут проконсультироваться агентство How to Spain. И в некоторых городах вам может понадобиться подтверждение вашего уровня испанского B2. Как агентство How to Spain мы знаем, как же важно правильно подготовиться к вступительным экзаменам и получить студенческую визу. Поэтому мы предоставляем эксклюзивную возможность, как же подготовиться к вступительным экзаменам со скидкой на обучение или с бесплатным получением студенческой визы. Пиши нам, и мы с радостью подскажем тебе, чтобы в ближайшее время студентом Университада Валенсия был именно ты. Кстати, здесь где-то я оставлю подсказочки, где ты можешь найти первые две части про вступительные экзамены, и ты узнаешь всю самую интересную информацию. Также на сайте любого факультета Университета Валенсии можно очень легко найти всю информацию про специальность, которая вас интересует, план учебы, какие есть дополнительные возможности и так дальше. Также есть возможность перевестись с одной специальности на другую, но при этом вы потеряете несколько кредитов, которые различаются между этими двумя специальностями. Например, в моей группе есть студенты, которые перевелись из медсестринского дела на медицину, но у них обучающий процесс займет больше времени, чем обычно. Заочно в государственных университетах учиться нельзя. Университета Валенсии очень классное расположение. Как мы видим, здесь есть соединение с автобусом, трамваем и, конечно, велосипедной дорожкой. Ты можешь добраться сюда с любого конца города. Как видишь, много студентов приезжают в университеты на велосипеде. Здесь есть паркинг, где ты свободно можешь оставить свой велосипед или самокат. Я думаю, это очень удобно. Кстати, сзади находится университет Политехника. Это прям такой большой студенческий город. В следующем выпуске мы запишем видео и оттуда. Пиши свои вопросы, которые ты бы хотел узнать вообще про университеты. Мы их обязательно примем во внимание. В целом я очень довольна своим обучением в университете Валенсии. И могу сказать, что оно превысило мои ожидания. И я очень рада, что выбрала именно Испанию для получения своих профессиональных навыков. Поэтому ты знаешь, если ты хочешь поступить в любой государственный университет по всей Испании, пиши нам, агентство How to Spain с радостью тебе подскажет. Или как получить студенческую визу бесплатно через подготовку к вступительным экзаменам. Или как получить скидку 7% на всю стоимость обучения. Наши сотрудники агентства How to Spain так или иначе учились в испанских университетах. Это был или бакалавриат, или магистратура. Поэтому, если ты хочешь учиться в классном европейском университете, обращайся в агентство How to Spain и дай крылья своей мечте.